всем привет с вами я татьяна шадрина вы мне на канале время шесть сегодня время вдохновения мы с вами сегодня посмотрим журнал бутик тренды обратите внимание это журнал сдвоенный за два месяца август сентябрь 2023 года в следующем месяце не будет бутика пропускаем но зато за два месяца давайте посмотрим что он нам предлагает у нас будет уже осень через пару месяцев журнал конечно итальянские у них это лето тем более говорят на журнал опаздывает на пару месяцев поэтому в выпуске все летние как всегда предлагаю начать со странички с техническими рисунками можете поставить на паузу и внимательно рассмотреть что здесь есть надо сказать что мне журнал очень понравилось очень потому что столько необычных идей может быть не каждую модель захотелось бы сшить но в качестве идеи я готова много чего рассмотреть по ходу поделюсь с вами и вот вторая страничка с техническими рисунками давайте посмотрим таблицу размерных признаков как всегда важно понять соотношение между нашими российскими размерами и размерами в журнале ну начнем как обычно с размера 100 это обхват груди 100 наш российский 50 здесь это 46 размер то есть нужно к итальянскому размеру прибавить 4 получим наш российский давайте посмотрим на размеры большие 120 60 размер здесь это 56 размер то есть все как и прежде как и в стандартных размерах нужно прибавить 4 но повторю для всех еще раз что нужно обязательно смотреть на соотношение остальных мерок вот например лично у меня размер 60 и обхват талии далеко не 96 обхват талии намного больше и поэтому мне приходится корректировать модель а талия это не только скажем в конкретно в том месте где обхват талии талии это практически и вся верхняя часть лиф поэтому снимайте свои мерки и выбирайте те размеры которые вам нужны и при необходимости корректируйте первый разворот обложка за обложкой здесь коротко самые основные модели самые интересные ну поехали дальше смотрим на первом развороте блузка и брюки все свободное широкое балахонистое многие не любят я знаю тех кто не любит вернее такие модели но посмотрите мода диктует определенная степень облегания наверняка это наверное это дань моде скажем брюки на резинке видно что широкие прямые а блуза мы видим что без застежки впереди есть короткая такая застежка по типу пола даже даже пуговиц не вижу просто вырез такой оформленный планка как застежка пола и воротничок отложной по спинке кокетка вот видим плечо сильно спущенной очень сильно спущена где-то вот она идет линия плеча и пришиты такие манжеты обработан край рукава можно сказать или приточной манжет широкий или бейка обработана широкой давайте этих рисунки посмотрим брюки блузка не сказала что перед немножко укорочен интересный фасон на этом развороте пара моделей это блузка широкая летящая из двух видов ткани компаньонов собрана и легкое платье платье сарафан короткое мини на стандартные размеры очень милой по девичьей смотрится давайте начнем с сарафан чека сарафан на бретелях верхняя часть при собрана на резинку и вдоль от линии груди вставлен даже наверное ближе к линии бока вставлен такой валанчик который доходит до низу вот эта деталь мне очень понравилось очень я думаю что на летнем платье на каком-нибудь я повторю такую же деталь мне даже в голову не приходило вот что значит идея дизайнеров можно такую деталь вставить и на юбку просто сделать рельефный шов и довести этот вот эту оборку не до конца так чтобы конец оборки вот этой или волана доходил вровень с юбкой с низом изделия и посмотрите вшит этот валан не до самого низу где-то вот до сих пор и дальше в свободном полете можно так блузу украсить мне понравилась вот эта идея и давайте посмотрим на блузку как она устроена верхняя часть достаточно прилегающая а нижняя часть такое впечатление что расклешена клёш расклешенная перед немножечко покороче спинка по длине по спинке тоже видим что отрезная верхняя часть практически из одной ткани перед и спинка а нижняя часть из другой ткани горловину обработали еще однотонной ткани модель без застежки написано что обработана косой бейкой ну косая бейка подобрали чтобы она подходила в тон обоим тканям и посмотрите еще вот такая вставка тесьма мережка красиво милая блузочка кому нравится можно сделать пестую но можно сделать из однотонных тканей можно сочетать наоборот однотонную пестру давайте их рисунки посмотрим платье сарафанчик мне кажется в пошиве очень простая модель очень легкая как как правило мы сначала пришиваем бретели например в к передней части лифа и к примерке когда уже готов этот поясочек мы прикалываем бретелин по спинке отмеряем нужную длину для себя ну и право она уже сказала красивая модель и блузка мне кстати нравится что здесь немножечко вот такой формы изогнутый лиф он смотрится как будто овалом если смотреть в профиль не просто горизонталь овалом мне кажется в пошиве очень простая модель не обязательно украшать вот эту линию соединением мережкой можно просто соедините все на этом развороте платья ему выделили целых две странички платье как мы видим без спинки платье скомбинированы с двух тайт ткани передней частью платье сшитье с оборкой а спинка из однотонной ткани лиф передняя часть тоже из шитья а спинка похоже что из однотонной ткани лиф мне кажется я бы сделала однозначно из ткани с подкладкой части лифа составляют собой между собой легкий запах ну платье красивые мне кажется вот это вот сочетание достаточно изысканно смотрится когда однотон и шитье красиво мне кажется такое платье для для отпуска просто шикарно кто-то уже говорит ли это заканчивается лето на исходе складываем в копилочку на будущий год давайте этих рисунок посмотрим вот как устроено платье лиф завязывается на горловине у шеи и по спинке вот здесь верхняя часть лифа на резиночке будьте готовы к тому что здесь будет достаточно свободно такой объем пышность некоторое потому что платье без застежки она надевается здесь либо резиночка с уже не надевается просто через голову и кстати по переду украсили еще полосочкой из шитья ну какого-то другого контрастного немножко рисунка кстати скажу что для тех у кого пышная грудь можно по низу лифа впереди добавить прямо может быть даже 45 сантиметров приготовьте к примерке с этими лишними сантиметрами чтобы у вас было место добавить куда добавить уложить объем груди потому что нам нужно чтобы вот эта линия была горизонтально а от нее вот эти детали уходили вверх свободно можете замерить сантиметровой лентой да ну скажем примерно до точки в основании шеи мы тут решили одно платье в студии с девушкой с выразительной грудью хотя у нее маленький размер 44 размера российские и я вижу что грудь очень такая выразительная она выбрала одну модель из бутика так вот нам пришлось добавить целых 8 сантиметров на ее грудь там платье было не с запахом так от лифт немножко по-другому устроена ну пришлось практически переделывать лифт но тем не менее что выкройками пользоваться можно но обязательно сравнивайте со своей фигурой на этом развороте пара моделей брюки и рубашка брюки написано что сложно потому что выбрали ткань ткань шелковой сатины достаточно трудная ткань в работе посмотрите блестящая ткань вот почему вот такие идут складочки здесь вернее таким сборки это не потому что я не только потому что косые руки у портного это так себя ведет ткань сложно потому что немножко разный угол наклона у передней детали и у спинки и все и ведет себя вот так плохо сутюживается пролегают припуски швов шелковый сатин шелк с ним работать сложно я где-то уже писала про это если вам интересно именно вот сшить такие шелковые брючки пожалуйста шейте смотрится дорого-богато красиво изящно но мне кажется можно для этой модели подобрать и другую ткань подойдет любая креповая ткань любая вискозная ткань можно и такую же струящуюся ткань хлопковую взять выбираем мне кажется тынсель прекрасного подошел для этой модели накладные карманы может быть даже типа типа портфеле потому что такие объемные я на тех рисунке а ну да портфеле с клапаном еще да еще есть карманы в подрезных бачках пояс на резинке со шлевками из плетеный поясочек который вдевается в роли ремня в шлевке кстати вот идея плетеного в косичку поясочка на летние изделия тоже хорошая идея беру на заметку вот уже кстати вторая идея из этого журнала как выглядит блузка блузка несложная мне кажется очень даже простая блузка посмотрите правда здесь сделали похоже ступатную застежку спущенное плечо рука в цельнокроеный маленький такой воротничок по типу стоечки какой-то плоско лежащие вот здесь лучше видно что такой лежащий воротничок перед у блузки короче чем спинка спинка закругленная ну и сильно спущенное плечо эффект маленького короткого рукава давайте их рисунки посмотрим вот она блузка показали что края рукавов вот этих спущенных еще обработанную плотным таким видимо двойной слой выглядит как будто манжет можно подвернуть завернуть тоже смотрится интересно и линия низа разноуровневый маленький воротничок пуговка брюки с книзу очень зауженные верху свободные выглядят как будто не бананы вот верхняя часть очень широкая нижняя зауженная летом купальники белая рубашка пляжная все классно рубашка в пошиве я бы сказала что непростая назвали платьем как раз в комплекте с любым купальником белая рубашка такая отлично смотрится и хорошо себя рекомендует скажем потому что от солнца от жары всегда нужна беленькая какая-то тряпочка который закроет плечи руки шею здесь рубашечка с воротником на застежка впереди на планку и вот такая кокетка тоже интересная деталь рукава длинные просто в подгибку спущенное плечо и можно завернуть подхватить вот такой патой сделать более укороченные рукава здесь интересная деталь тоже я об этом помнила но вот прям нужно записывать уже ну забыла в последнее время посмотрите передняя часть рубашки закругленная по бокам по разрезам а нижней а спинка ниже в нижней части прямоугольник и низ немножко по спинке длиннее чем перед час на тех рисунке посмотрим и купальники два варианта купальника в бикини один купальник так называемые два треугольничка на веревочках и маленькие трусики с узкими такими бачками и второй купальник просто прямой закрытый купальник прямой почему говорю потому что маленький размер груди сюда упаковывается если грудь побольше то все будет расплющенной и смотреться бесформенно лично мне это все не нравится например и девочки с которыми мы общались мне кажется такие купальники может быть как спортивные годятся а вот для отдыха представьте здесь нет ни одной вытачки нет никакой линии для того чтобы оформить грудь и просто все становится плоским в пошиве купальники не сложные очень простые я бы сказал не бойтесь шейте купальники вот я недавно сшила себе купальник на швейной машине неки она недорогая и из моих швейных машин я кстати не пробовал шить на другой машине но она прекрасно шила в несколько слоев и все получается и к тому что машины на современные всеядны пробуйте шейте может быть слегка вызвать мастера слегка ее поднастроить и будут прекрасно получаться ваши красивые строчки ну правда легко шить купальники вот что первый что второй платье рубашка еще не сказала боковой швах карманы купальник и второй купальник бикини на этом развороте пара модели это топ топ так называемый вырезом качели впереди вот здесь такая драпировка добавляется интересные детали вот здесь впереди бретели видимо цепочка вставлена какая-то декоративная деталь на спинку она уже переходит в ткань маленькая маечка по размеру коротенькая посмотрите прям чуть-чуть едва закрывает талию и брюки брюки просто я сказал шикарные мне нравится посадка нравится степень облегания все нравится это что они прямые внизу на резиночках обратите внимание что резиночка внизу не по ноге практически ширина вот резинки наверное как минимум в два раза вот если так вот смотреть на девушку вот щиколотка а ширина брючины с резинкой в два раза примерно шире если не в два с половиной мы когда с девчатами тоже шьем какие-то модели брюк все время решаем какой ширины резиночку нам выбрать так вот многих останавливают делать чтобы сделать широкую резинку не надо чтобы внизу брюки облегали прям щиколотку мы садимся встаем резиночка тогда уедет вверх по ноге например на икроножную мышцу заберется а потом мы встали и штанина вниз не уехала но это вот по эксплуатации брючки мне очень нравится здесь есть вот такие декоративные швы и вот такие кармашки в подрезные бачках брючки вверху широкие на резинке по спинке еще сделали кокетку какие-то шевчика сейчас посмотрим этих рисунки брюки очень нравятся мне кажется выбрать тонк тонкий хлопок тонкий поплин например и шить себе летние брюки легкие обязательно стоит вот они брючки все же декоративной линии все эти подрезы лучше смотрятся когда ткань однотонная я бы наверное если бы шила из принтованной ткани может быть даже швов этих всех не делала швы мы видим вот здесь горизонтальные вот такие косые швы и по спинке есть еще подрезы в виде кокетки и еще какие то вот такие подрезы переходящие спереди назад красиво топ имейте ввиду что его нужно делать достаточно широким выбирайте или промеряйте выкройку чтобы он свободно лег на вашу фигуру на ваши объемы как сидит топ на фигуре у этой девушки мне не очень нравится мне кажется все излишне обтянута и он такой бесформенно смотрится обратите на это внимание вот посмотрите какие прям складки горизонтальные потому что он без вытачек шикарные образы на этой страничке мне нравится все комбинезон посмотрите широкий свободный комбинезон пуговицы на талии на спинке два кармашка впереди вот такие брители на пуговицах и по спинке горизонтальный такой подрез на комбинезоне если бы он выполнен был из синей джинсовой ткани это было бы одна ассоциация но когда он выполнен из белого лина по моему классно смотрится написано что ткани легкая эластичная дрель не слышал такой тканем похоже на какую-то может быть ли он на хлопок юбочка маленькая мини юбочка на застежка впереди на пуговицы вот такие клапаны карманов не знаю ложный карман или нет юбка без пояса летние интересно и стильно смотрится юбочка нравится блузка блузка весь изюмчик этой блузки в том что рукава прозрачная к прозрачным рукавам наверное зарганзы добавили манжеты из этой же ткани и посмотрите еще вот такой интересный воротник воротник смотрится интересно знаете почему мне кажется он выполнен по косой и просто маленький как будто это стойка но выкроен просто прямоугольником поэтому он так вот топорщица отстает от фигуры и в этом его прелесть можно еще сделать знаете как немножко с перекруткой как бы этот воротничок сделать немножко вот сдвинуть каждую стороны воротника и когда вот мы выкроили прямоугольник и немножко на пол сантиметрика сдвинуть левую правую скажем сторону то получится немножко такой как будто с перекруточка воротничок тоже красиво смотрится как в одном журнале где тоже такую идею подхватила кстати на блузке вот здесь впереди еще такая складка встречная есть хорошая блузочка и кстати подойдет она для осени на как вариант офисной блузки давайте их рисунки смотреть комбинезон укорочены прямые креп прямые штанины кстати ничего не сказала про сложности посадки потому что скорее всего их не будет потому что мы посадку отрегулируем с помощью бретелей блузка обратите внимание что она достаточно короткая не длинные промерьте какой длины хотите вы свою блузку и юбочка мини очень интересный комбинезончик посмотрите так называемые штаны памперсы впереди верхняя часть по спинке голенькая спинка впереди вот такая драпировка оля качель это же тоненькие бретели спагетти для моря очень стильно будет смотреться пляжный вариант может быть для выхода в ресторан вечернего видится мне такой образ пошиве несложная модель мне кажется на тех рисунке еще что могу добавить лифт комбинезона отрезной и в брюках в подрезных бачках где сделали карманы или накладные карманы сейчас не могу сказать на этом развороте классная модель юбка сразу захотелось шить юбка устроена необычно кстати первый раз на такой вижу тоже идея бы не пришла в голову посмотрите юбка расклешенная впечатление такое что это юбка ну скажем 8 клинка по переду впечатление что это юбка 6 клинка по переду посмотрите широкий вот такой клин центральный затем боковой клин расклешающийся а вместо левого клина вставлена вот такая деталь со складочками деталь длиннее чем вся юбка и плавно сходит скажем в уровень длины всей юбки к боковому шву красивая модель мне нравится у меня уже девчата в студии в швейной уже поставили в план на шитье на осень уже подбираем ткань так что мне кажется многие бы сшили такую юбку мы планируем сшить на ее из крепа или из твила уже из осенних наверное уже на осень будем шить такую юбочку здесь написано что выбрали эластичный поплин ну вот мы говорим выбираем креп здесь еще блузка на мой взгляд блузка очень мало девушки посмотрите как она устроена блузка укороченная до талии есть поясок к пояску пришита верхняя деталь лифа и присборена вытачка нагрудная переведена в сборку на девушке блузка вся натянулась как на барабане прям видно вот идет полосы и здесь вот прям видны складки что очень туго все спинка открытая посмотрите готовы ли вы ходите без скажем белья либо искать варианты белья но у тоже знаете как такая ткань блестящая тонкая гладкая шелк нужно прям крепко подумать как у нас будет впереди что у нас будет с бельем либо без лямочек белье выбираем либо как с какими-то хитрыми приспособлениями крест на крест через шею я знаю что есть такие варианты бюстгальтеров что-то выбираем блузка спинка открытая перед вот такой кстати можно спинку сделать закрытой если вы хотите юбочка шикарная юбочка обязательно в план поставим на осень еще один купальник написано легко сшить согласно легко сшить но вот прям хочется ругаться ругаться на такие купальники знаете как что первое скажу нужно тоже крепко подумать как вы будете его носить если у вас маленький размер груди и вы сама девушка миниатюрная все прекрасно шьем и радуемся жизни но если у вас размер груди существенный то стоит подумать как вы упакуете в этом купальнике свою грудь будет уезжать будет куда-то выскакивать на что хочу обратить ваше внимание что верхняя часть лифа в районе груди хоть и нету вытачки но есть дополнительная сборка то есть длиннее верхняя часть лифа по переду чем по спинке ее при собрали получился эффект вытачки то есть место под грудь есть я не знаю если в описании не читал описание просто руки не доходят до этого но я бы советовала вставить вот в этот боковой шов косточку продаются такие пластмассовые полосочки они легко режутся ножом или старыми ножницами края можно подпилить и буквально пилочкой для ногтей все по-простому сделать к припуску шва пристрочить еще одну строчку и получится тоннель в тоннель вставить вот эту косточку тогда она будет немножко держать вашу грудь с одной стороны и с другой стороны вот поверьте маленький такой совет но он прям сильно сильно поможет и конечно обязательно верхний срез вставлять тесьму тесьму эластичную но не ту который вот резиночка который мы вставляем в белье в трусики например а для купальников выбираем латексную резиночку это такая резинка из резины без оплетки ее легко пришить на самом деле кстати подробный мастер-класс о том как работать с купальником есть журнале я шью это не реклама просто вот в свободном доступе посмотрите там последние купальники смотрела для полных не помню как называется купальник закрытый там прям красиво показали как пришить вот эту ленточку внутрь получится хороший купальник платье что сказать про платье платье однозначно для фигур скажем у кого верхняя часть миниатюрной потому что очень много сборов очень много таких складок помимо того что сам крой летучая мышь дает объем верхней части так тут еще и сборки сделали добавили но платье красивые написано что пляжный вариант с чем не согласна потому что мне кажется для плат для пляжного варианта выбирают простые конструкции здесь конструкции достаточно сложная за счет вот этих сборок оборок разрез по спинке ну не знаю поделитесь кстати своим впечатлением мне кажется такое платье вот для выхода на ужин в ресторан там куда-то но не на пляж технический рисунок платье смотрите она заужена к низу мне кажется здесь важно еще выбрать ткань чтобы все вот эти сборки оборки ткань перенесла достойно чтобы не было лишнего объема не стояла все колом ткань должна обвисать быть такой пластичной мне кажется вискоза для таких целей подходит какие-то вискозные полотна и технический рисунок купальника в купальник дан на размеры от 40 до 46 российские это от 44 до 52 мне кажется купальник такой надо было сместить немножко по размерной сетки скажем 40 российского не 44 делать ну вот как есть просто имейте ввиду как жить этим купальником на этом развороте брючки рубашка и и майка футболка написано что позиционируется как от классической рубашки до длинного платья 5 вещей способных многовенно перезагрузить ваш стиль мне кажется вещи вообще вне моды потому что широкие свободные брюки футболка и рубашка из джинсовой ткани классическая рубашка они всегда в моде но по крайней мере я вот живу долго и мне кажется такой образ всегда актуальны смотрится молодежно динамично с таким с легким спортивным оттенком в очередной раз можно полюбоваться моделями и понять что бутик не отшивал эти модели по своим выкройкам потому что видно что вы варка промышленное производственное скажем не сшитая в ателье давайте смотреть их рисунки технический рисунок рубашки классическая рубашка шьется сложно в пошиве нужно прямо заморочиться долго потому что много деталей над каждой деталью придется придется повозиться у нас есть разрез на рукавах рукава вточные манжет на рукавах у нас есть воротничок на стойке отложной то есть нужно со стойкой поработать с отложной частью воротничка у нас есть кокетка кокетка двойная переходящий на перед все швы упакованы внутрь здесь у нас есть еще планка застежка на планку еще есть накладные кармашки складов с клапанами кстати я проводила марафон мы шили подобного рода рубашку выкрой устроили сами и все технологические узлы подробно разбирали сейчас этот материал упакован в курс видеокурс можно приобрести его внизу оставлю ссылку на этот курс можете посмотреть и кому хотелось бы сшить такую рубашку вместе со мной присоединяйтесь буду очень рада футболка вроде бы все просто но есть нюансики красивые формы горловина вниз с маленькими разрезами и накладной кармашек вот эти детали разрезы по низу накладной карман делают футболку уже не просто спортивной такой футболка но какой-то посерьезней футболкой что ли не бельевой вернее так скажем а уже футболкой футболкой мне нравятся эти детали брюки палацца написано широкие свободные к низу карманы в бак в боках по спинке вытачки на девушке хорошо сидят брюки мне понравились пояс приточной есть еще шлевки классические можно сказать брюки мне кажется стоит пробовать шить по этой выкройке если нужны широкие свободные брюки целый разворот посвятили платье платье здесь выполнено из джинсовой ткани тоже скажу с промышленной вываркой но платье интересное может быть стоит повторить его как вариант осенний например сделать чуть чуть подлиннее но ненамного для химника с очень красиво смотрится вот такое изящное платье с длинными рукавами и чуть-чуть над колен и можно сделать за колено давайте рассмотрим его застежка до уровня груди на кнопке с планочкой воротничок отлажной настойки и рукава весь изюмчик в рукавах на рукавах есть вот такие разрезы посмотрите просто шов по рукаву и припуски разложены в разные стороны отстрочены и получились вот такие разрезы на рукавах внизу манжеты и красиво смотрится мне нравится вот эта деталь хочется про нее не забыть и осенью что-то сшить вот подобным образом с подобным рукавом мне кажется для всех возрастов для всех комплекций такая деталь подойдет можно воспользоваться ею посмотрите платье вот этот изюмчик тоже хочу запомнить может быть где-нибудь использую на этом развороте еще одно платье здесь она выполнена из джинсовой ткани написано что платье выполняется исполняется сложно соглашусь с этим непростой вариант всегда рубашечки непросты здесь есть у нас отрезное платье из планка застежка на планку с пуговицами впереди может быть кнопки воротничок отлажной на стойке вточной рукав и рукав украшен вот таким не манжетом по низу а кулиской с завязками по низу платье есть оборка платье длинное достаточно мне тоже кажется что на прохладное время года мы уже тоже можем такое платье запланировать в свой гардероб красивое платье классическое скажем с годами не выйдет из моды вот как устроено это платье кстати лиф не просто лиф а есть вот такие рельефы то есть немножко учтена нагрудная вытачка в сентябре появится уже октябрьский выпуск там у нас же на два месяца идет журнал можно поставить на стоп и посмотреть какие модели нас ждут модели интересные смотрятся классно ждем дальше подборка для размеров плюс честно скажу меня она разочаровала пропорциями цветом посадкой не знаю линиями напишите свое мнение как вам настолько интересны были попадались модели как скажем на стандартные размеры и здесь вот эта идея рукава когда он кроится из круга и потом собирается на манжет как бы она уже была такая идея кто-то поносил такие платья у меня было такое платье можно конечно повторить платье просто в остальном немножко скажем похоже на платье футляр здесь на девушку надели размера плюс но и укорочены над коленом есть на грудной вытачкой просто такой круглый свободный вырез горловины по спинке разрез капелька с другой стороны можно взять вот такой рукавчик на заметку просто в копилочку в свою положить знаете как в таких случаях я иногда просто например переснимаю выкройку рукава она у меня лежит при необходимости могу ее поменять на другой размер подогнать в пройму но чисто чтобы не забыть что вот такой рукав бывает другое платье второе платье тоже отрезной по талии верхней части по фигуре платья без рукавов вверху вот такая сложная драпировка видим что в горловине идет нижняя часть юбка состоит из двух частей есть нижняя юбка и впереди какие-то еще детали драпирующийся такое впечатление что эти детали только по переду по спинке вот этот драпировки нет то есть по спинке просто юбка расклешенная давайте посмотрим тех рисунки вот это платьишко без рукавов впереди вот такие подрезы драпировка возле горловины по спинке молния застежка чтобы надеть платье можно платье очень облегающие и вот это платье с интересным рукавом как идею можно себе взять этот рукав этом развороте мы видим топ вот топ кстати мне понравился топ я даже думаю что когда-нибудь его сделала может быть к новому году можно дополнить маленькими рукавчиками но вот эта идея очень понравилась вот таких двух драпиров детали с драпировками главное выбрать здесь ткань ткань должна быть тонкая и легкая чтобы она в драпировках не давала лишнего объема вот здесь такая кокетка из-под кокетки выходят вот такие драпирующие драпирующиеся детали по спинке как бы разрез и застежками с разрезом капелька обратите внимание насколько малые брюки девушки но просто не ее фасон но что это за безобразие простите я не не из полиции нравов но некрасиво некрасиво это не колготки это брюки не должны они так сидеть с посадкой безобразие просто но не думайте что выкройка будет также плоха как все это на девушке смотрится давайте на блузку еще посмотрим 2 блузка рукава с разрезами с такими с вырезами овальными вот и навальный вырез в остальном просто банальная блузка вытачки под грудь банальный обруск блузка брюки и выкройка брюк может быть хорошая шила пару раз из бутика брюки нормально садятся они в пошиве несложное посмотрите здесь какая-то висюлька добавили ее так нет ни карманов есть гульфик и приточной пояс обязательно промерьте в этих брючках высоту седла мне кажется они занижены поскольку на девушки сидят плохо поэтому мы не можем судить о посадке но у меня есть подозрение что высота сиденья здесь маленькая блузка блузку ну кстати кому хочется вот таких открытых разрезов скажем на рукавах вырезов можно сделать почему нет кстати еще по переду разрез капелька его не заметила можно кстати сделать и длинным удлинить платье получится несложно вот топ посложнейший с одной стороны можно края вот этих оборок или драпировок просто обработать опековкой но это будет смотреться дешево скажем можно сделать эти детали двойными и тогда шов спрячется внутрь это будет шикарно но для этого нужно подобрать ткань ткань должна быть тонюсенькая с тонкой ткани работать сложновато поэтому модель сложна в пошиве на этом развороте предлагают нам восточную моду жакет брюки на другой страничке там тоже будет все примерно в таком же стиле жакет шьется очень просто цельнокроеный рукав обработка горловины планкой и по низу рукавов тоже планка однотонная контрастных самок ткани самого жакета брючки узкие что хочу сказать выбираем ткань для жакета лучше чтобы она немножко была такой держащий форму чуть чуть плотноватый шелк очень красиво для брюк выбираем ткань лучше когда есть немножко эластана в брюках в остальном пошив несложно мне кажется и брюки простые потому что здесь даже пояса нет приточного кстати вера брючек обрабатывается обтачкой можно в шов поверху вставить резиночку чтобы у нас брюки не сваливались потому что мы шевелимся двигаемся когда резиночка будет в этом сталевом шве она всегда будет возвращать брючки на место жакет легкая модель и брючки здесь предлагают нам юбку простая юбка прямая можно сказать юбка карандаш тоже без пояса здесь не видим и не видим если пояс или нет ну вот на тех рисунке видно есть вот такой разрез . получается что вот маленький запах и вот или разрез сразу папа ножки разрез обработка вот так вот такой отделочной полосой скажем в тон самого жакета очень интересные детали шов притачивание рукава спущенное плечо оставили отверстие и очень интересно смотрится вот такая идея мне кажется для домашней одежды то что доктор прописал мне хочется повторить посмотрите вот такие маленькие дырочки можно выбрать шелковую ткань сшить домашний такой халат здесь платье сделали ну вот я бы наверно халат такой на запах сделала и дома иногда в для особых случаев можно было бы надевать маленькая изюминка но тут надо я ни разу не носила таких рукавов скажем с дырочками надо подумать чтобы не сильно была большая дырка по примерять надо несколько раз в пошиве вещи обе вещи несложные мне кажется стоит шить и вообще как вариант домашней одежды мне нравится ну и платье обработано вот такой бейкой рукава немножко приспущены и вот такой шов рукава давайте тех рисунки посмотрим юбочка можно сказать юбка карандаш и мне кажется вот эту идею можно воплотить даже из какой-то костюмной ткани почему нет представьте например вот эту полосу сделать например из экозамши шерстяная юбка или например наоборот языка кожи юбка пусть тоже будет шерстяная или твиловая очень нравится идея жакет можно сказать жакет кимоно еще кармашки накладные и платье ну кстати не так то что просто шьется в этом платье ну пробуйте красиво между тем мы с вами закончили смотреть журнал листать его модели на два месяца те кто переживают что вечно не успевают сшить все хотелки вот пожалуйста целых два месяца не будет появляться нового журнала бутик так что пользуемся идеями и шьем кто не подписался на мой канал подписывайтесь пожалуйста кстати оставляю ссылку на свой телеграм-канал там мы ближе друг другу в телеграме показываю чаще всего то что шью сегодня завтра и моя швейная жизнь добывает и не только швейная жизнь там идет в режиме нон-стоп там можно обмениваться фотографиями может девчат иногда задают вопросы какие-то нюансы обсуждаем так что приглашаю вас телеграм-канал на этом точно видео заканчиваю с вами была я татьяна шадрина вы были мне на канале время 6 всем пока пока